ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня утром на территории Гомельской области возможен дождь. Днем прогнозируется переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха составит 19 градусов тепла. Ветер восточного направления скоростью до 8 метров в секунду. С порывами до 14. Продолжение темы. Сегодня последний день сентября. И хотя летнее тепло уже начало ступать вместо типичным осенним температурам, синоптики смело утверждают, что этот месяц оказался на 2-3 градуса теплее обычного. Сегодня по стране ожидается переменная облачность. Возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит в среднем 15 градусов. Первые 5 дней октября в Беларуси обещают быть теплыми. В четверг ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут дожди. Воздух прогреется в среднем до 16 градусов тепла. В пятницу и субботу температурный фон значительно не изменится. А в воскресенье должно быть довольно тепло. Днем средняя температура по стране составит 19 градусов. И этот показатель на несколько градусов превышает климатическую норму для первых чисел октября. 14 октября Гамильчан ждет концерт вокального ансамбля Камерата. За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. Камерата – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения капелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песену смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает большой симфонический оркестр, поддержанный самыми экзотическими инструментами. В музее истории города Гомеля проходит выставка фотографий «Колесо жизни белоруса». Нам всегда интересно заглянуть в прошлое, особенно если это прошлое одной семьи. Рассматривая старые фотографии, задумываешься о влиянии на нас, наших корней. Экспозиция стала своего рода продолжением проекта «Белорусский семейный альбом». В пожелтевших фотоснимках целая жизнь в череде событий. Шесть оборотов – колеса жизни. Детство, взросление, учеба, свадьба, семейная жизнь и смерть. Совершить путешествие по жизни белорусов предлагается до 4 октября. Картинная галерея Гаврила Ващенко представила выставку под названием «Что может быть лучше природы?» афорта Ивана Шишкина. Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более 100 листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов профессора Шишкина» 1870-1892, Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской и сепией. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художников техники афорта. Есть немало четвероногих любимцев, которые стараниями своих владельцев стали популярными на просторах сети. И этот пес с первого взгляда завоевал сердца людей. Это собака породы Сибаину. По кличке Уни живет в Токио. Его хозяйка постоянно делает фотографии, которые доставляют много радости пользователям соцсетей. Такой эффект создается благодаря внешнему виду питомца. Уни пленил своей красивой улыбкой, которая становится куда шире при виде еды. Говорят, что улыбаться на фоне фирменной еды ему даже предлагают разные компании. Готовы вознаградить за это и пса, и его хозяйку. В Канаде жители одного из городков прогуливались по пляжу и обнаружили странное создание. При первом взгляде люди вообще подумали, что это кусок металла. Но с более близкого расстояния стало понятно, что это рыба с большими глазами. Находка заставила удивиться, ведь определить, какому виду принадлежит эта рыба, оказалось не так просто. Когда снимок оказался в сети, люди, знающие, написали, что это редчайший лососевый король. Этот вид обитает на глубине 900 метров, поэтому обнаружить его представителей довольно сложно. В одном из заповедников Австралии на свет появился редчайший кенгуру-альбинос. Мех его мамы темно-коричневого цвета, а папа малыша тоже альбинос. В природе такие особи встречаются очень редко. И бывает, что у животных белым может быть только мех, а глаза и другие участки тела обычного окраса. Эти фото маленького кенгуру-альбиноса удалось получить, когда он вылез из сумки матери. Всего в этом австралийском заповеднике проживает 8 таких животных. А вот появление их в природе – крайне редкое явление. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20 часов 25 минут. Далее рубрика «Есть вопрос». В сегодняшнем выпуске медиатор-адвокат Анна Журавлева расскажет о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. Кодексом о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях. Однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супруга в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Это был Утренний Фрэш. Пусть вас окружают только позитивно настроенные люди. И тогда ничто не сможет испортить ваше хорошее настроение. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok